Я Козеева Анастасия Вячеславовна, мастер спорта по художественной гимнастике. Художественной гимнастикой занималась с 7 лет, начала заниматься, а спортивной с 4. Тренером я работаю с 18 лет, уже 7 год. Два раза в учебном году провожу соревнования по художественной гимнастике в фитнес-центре. Добрый день! Скажите, пожалуйста, для чего девочке заниматься художественной гимнастикой? Почему не танцы, например? Художественная гимнастика достаточно глубокий вид спорта, который включает в себя и классическую хореографию, современные танцы, акробатику, эстетическую гимнастику. То есть это направление более развивает ребенка, нежели танцы. Как вы помогаете ребенку преодолеть болевые барьеры, страх перед болью растяжки? Ведь именно из-за боли многие гимнастки уходят из спорта. Для начала ребенку нужно объяснить, для чего нужна растяжка, что без растяжки мы не сможем учить те или иные упражнения, движения. А дальше уже в зависимости от возраста, характера ребенка. Кому-то нужно пожалеть, кому-то нужно дать время на передышку, кому-то строго указать, что нужно потянуться. Как вы считаете, сколько часов в неделю надо заниматься, чтобы добиться реальных результатов? Реальные результаты, если вы имеете в виду разряды, разрядный уровень художественной гимнастики, то для шести лет это минимум три раза в неделю по три часа, а далее уже, соответственно, увеличиваем количество. На каком этапе становится понятно, что один ребенок перспективный и может добиться результата в спорте, а другой будет заниматься только для себя, без разрядов? В большинстве случаев, на самом деле, это видно уже на нескольких занятиях, на первом, втором, третьем. Но чаще всего, конечно, объективно это год. Год нужно для того, чтобы понять. Вы сообщаете свои предположения о способности ребенка родителям? Да, конечно, сообщаю. Если это перспективный ребенок, то обязательно даю какие-то наставления, пожелания свои по поводу тренировок, по поводу количества тренировок, по поводу того, что нужно ездить на соревнования как можно чаще и на какие соревнования, да, они тоже разные бывают. И, соответственно, если ребенок не готов к профессиональному уровню, я тоже сообщаю об этом родителям, чтобы не строили слишком амбициозных планов. Как Вы считаете, в каком возрасте нужно начинать заниматься художественной гимнастикой? А в каком возрасте отдавать ребенка в спорт уже поздно? Для любительского уровня в любом возрасте можно начать. Абсолютно. Если заниматься для себя. У меня были такие дети, которые начинали в 11 лет заниматься, в 9 без проблем. Если говорить, опять же, про разрядный уровень, то 4 года это оптимальный возраст. 8-9 лет это уже поздно. Скажите, пожалуйста, были ли у Вас дети, которые уходили к другому тренеру, а потом возвращались к Вам? Да, были и до сих пор занимаются у меня. Тренер – это неизбежный вариант пенсии для профессионального спортсмена? Или почему Вы стали тренером? Нет, неизбежный. Тренером нужно родиться. Так же, как учителем. Не каждый профессиональный спортсмен может стать хорошим тренером. Так же, как хороший тренер не всегда профессиональный спортсмен. Я стала тренером, на самом деле, достаточно просто. Меня позвали заменить тренера, когда та была в декретном отпуске. И настолько я поняла, что не могу уже жить без художественной гимнастики, что осталось здесь надолго. Вы помните, как звали Вашу первую ученицу? У меня их было в группе 15 человек, поэтому, ну, кого-то помню. К сожалению, не всех уже, но некоторых. Когда в последний раз Вы участвовали в соревнованиях со своими подопечными? И каков был результат? В конце декабря 2021 года мы участвовали в областных соревнованиях в городе Руза. Достаточно серьезные соревнования для фитнес-центра. Вот, наверное, это самое крупное соревнование, в котором мы принимали участие. Мои дети показали для себя достаточно высокий уровень. Я горжусь их результатом. Для призовых мест, конечно, нам еще нужно поработать. Но главной целью было выполнение третьего юношеского разряда моих воспитанниц. И мы с этой задачей справились. Как Вы считаете, обязательно ли участие в соревнованиях? Или достаточно тренироваться для себя? Ну, на любительском уровне достаточно тренироваться для себя. Для выполнения разрядов, для профессионального уровня, конечно, нужно выезжать. И чем чаще, тем лучше. Гимнастика – это ранний вид спорта. Как участие в соревнованиях в таком возрасте влияет на психику ребенка? По-разному. Для большинства детей, конечно, это стресс. Особенно первые соревнования, как возрастом, увеличением количества этих соревнований, конечно, дети уже спокойнее выступают и получают удовольствие от этого процесса. Но есть такие дети, которые уже с первого выхода на ковер получают удовольствие и не доставляют от никакого абсолютно стресса. И они кайфуют, можно так сказать, на площадке. Редактор субтитров А.Семкин